Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая. И вот сегодня, когда я высаживала монгольского карлика в теплицу, пришла высаживать, я решила поделиться с вами своим провалом. Сейчас расскажу, какой у меня провал случился в выращивании зелени. Я вам рассказывала, когда высаживала, что мне очень понравился метод, что высаживать в баночки, сохранила я всю зелень, там маленький салатик, вот он еще некоторый живой, руккола, редиска, все. Все было прекрасно, пока здесь не появились помидоры. Я поливала, ходила их понемножку каждый день, вот эту зелень, она понемногу увеличивалась, но из-за того, что был продолжительный мороз, она на какое-то время затормозилась в развитии, и потом начала постепенно снова расти, и тут в это время появились томаты. Ну а томаты, они у нас хозяева этой теплицы, и тогда, после их появления, я уже все условия подстраиваю под них, а не под зелень. Что это значит? Мы же не должны забывать о фитофторе с самых-самых первых дней. Это значит, что я здесь стараюсь содержать все в сухости, вот специально проветриваю, открываю, видите, двери открыты, специально поливаю, так оптимально увлажненно, чтобы здесь не было сыра, только чтобы были вот эти редки влажные, где томаты. Короче, так, тут такой, столкнулись два интереса. Зелень нужно поливать ежедневно, вот у нас сейчас больше 20 градусов на улице, в теплице больше 30, тут пекло, зелень, верхний слой земли высыхает, она сразу начинает, ну вянет, и те, которые маленькие, вообще начинают желтеть редисочки, и все. Ясно, что редиске нужен полив, полив ежедневный, почва должна быть всегда влажная. Но тут же стоят томаты, которым нужна сухотень, чтобы не возникло какой-то там микрофлоры, фитофторы, всего вот этого патогенных грибов. И я стараюсь все-таки здесь содержать в сухости теплицу, чтобы не было никаких предпосылок для появления фитофторы. И вот тут у меня получилось так, нужно выбирать или удовлетворять интересы зелени, которая просит воды каждый день, поливай, поливай и поливай ее. Или соблюдать условия содержания томатов, чтобы не возникло никакой фитофторы. И вот я большую, которая самая большая оставила, вот эту площадочку, а та, которая только что взошла, там вот у меня был крес-салат, руккола, я все удалила, потому что решила, что поливать каждый день я здесь не буду, это нарушение условий содержания томатов, все-таки буду придерживаться тех условий, которые нужны основному моему овощу, это томата, а это же у меня как подселенцы, уплотнители, основному. И вот вывод мой такой, если я захочу на будущий год выращивать зелень в теплице, то нужно или сеять раньше, чтобы она к этому сроку, вот сейчас, когда я высаживаю томаты, чтобы она уже поспела, я уже ее всю употребила, или, короче, высаживать раньше, или томаты позже. Но так как томаты позже я не могу, потому что они уже тоже созрели, у них уже бутонизация, некоторые уже цветут, так что с зеленью у нас тут будут конфликты. На будущий год постараюсь посеять пораньше, и хочу сказать тем, кто тоже вот как попытался, может быть, первый раз посеять зелень, видите, она у меня как густо загущена, у меня там и редиска, и тут вот и какие-то эти салаты, и крест-салаты, и рукола, все, короче, на свете. И если еще поливать каждый день, то там нужно развести сырость, и я думаю, что это не понравится томатам. Они любят сухотень, они любят проветривание, а мы, получается, что мы искусственно создали условия, которые им не нравятся. Там низ не проветривается, там может завестись грибочек. Ну, конечно, не так быстро, но если оставить зелень на долгие-долгие здесь дни, он же салат сейчас будет разрастаться, проветривания будет все меньше и меньше. Но это вот мои мысли на этот счет. Я не знаю, конечно, каждый поступает по-своему, но я решила, что мне томаты важнее, и всю эту мелочь убрала. Оставила только то, что вот редиска уже сейчас поспеет, дней через несколько, скорее вырвать, скорее все зачистить. Я люблю, чтобы вот так было, чтобы не было, чтобы все проветривалось. Видите, как хорошо ветерок у нас. Чтобы в теплице была сухотень, чтобы никакого конденсата, никакой сырости, чтобы фитофторин не дать никакого шанса даже здесь появиться. Все, с вами была Ольга Чернова. И это о моем провале. Первый раз решила вырастить зелень совместно с томатами, но мне не очень понравилось. Я что-то опасаюсь, как говорится, попсыкиваю, что сама себе сделаю здесь рассадник фитофторы. Все, до свидания. Ну а вы думаете сами, будете вот так вот засевать зеленью своей томаты или нет? Конечно, можно было бы и редиску, вот смотрите, вот я еще же посеяла редиску здесь, вот когда уже высадила, вот-вот прям она вот взошла. Но ясно, что она тут у меня не вырастет, потому что я же здесь не поливаю каждый день, а почва-то сухая совсем. Я не подумала, как она будет расти. Это ее надо специально поливать, а специально поливать, это значит делать влажность, повышать в теплице, что это категорически запрещено. Ну и вот этой редиске предстоит, только родившись, наверное, и закончить свой жизненный путь, потому что завтра, послезавтра будет жара, поливать специально я ее не буду, увлажнять землю не хочу. Вот, неудачка, печально. Все, до свидания. Продолжение следует...